адванса по 1 присоединился адванса по 1 позорвался привет Чери Яровмикан отправил мне запрос на участие в моем эфире давай не будем открывай свой эфир и тебе пусть ребята добавляются ребята всем привет большой выхожу в эфир из Лас-Вегаса у меня 10 часов утра у вас уже 8 вечера где сосновский сосновский вот там тысяч не знаю в скольки 13 километров ребят привет выхожу в эфир как всегда наша традиционная рубрика выйти с вами пообщаться вы мне задаете какие-то вопросы про меня как я стал таким плохим я вам рассказываю делюсь советую может быть какие-то вопросы поотвечаю какие-то вопросы ответы для того чтобы может быть какие-то шишки которые у меня там были у вас было их меньше казино пойдете ребят не хожу казино не умею играть и в принципе понимаю что не для того казино сделали чтобы выигрывали для того чтобы казино выигрывала для того чтобы люди выигрывали когда сам гану ганну вчера здоровался с ним поговорили договорились по тренинг вместе становую тягу ну я ее не делаю я же не силовик ребят для того чтобы делать на силу но 200 чем-то этом поднимал ее 240 килограмм и так далее как детям дается английский язык английский язык детям дается гораздо легче чем мне дети общаются свободно на английском на русском практически одинаково 3 андрей андрюха свиридов привет большой тренировки каждый день до ребят у меня каждый день сейчас у меня реабилитация часовая то есть там идет раз массаж разминка лазерами там холодом и всем остальным работают с моей травмой сформированной конечностью и часик у меня кроссфит хай аминдонезия кул индонезия когда бой сейчас мы бои разговариваем на конец декабря привет северной столицы питеру большой привет как бы пришли в ума ну быстро так не расскажешь в принципе мне я пошел я уже рассказал я пошел на одну секцию на вторую на третью вот пошел на бокс месяц или два походил на карате месяц над хэкмандо месяц мне было лет 13-15 вот и так далее и что все время было не то там говорят там не здесь не наклоняйся ногой ни в коем случае без здесь нельзя там бороться на землю упали поднимать и так далее все время сравнил что в жизни в принципе такого не будет что нельзя там ногу ударит рукой нельзя на земле драться это дали искал что такое где можно все 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 и нашел залу где было написано бои без правил это был 96 год и все и там начали бурат шамсудинов ты куришь ну конечно две-три пачки в день марбора в принципе курил на самом деле я баловался курил наверно как большинство ребят лет в 16-17 вот кудряшо что тоже ходит на борьбу не знаю я как дима ходит на борьбу ли нет ребят но знаю что он выступал по рукопашки по моему очень хорошо выступал по рукопашному бою самым леделей российский зал дотягивает по уровню подготовки с американскими ну по уровню подготовки наверно дотягивают что вы знаете что много ребят наших в юси россиян вот но зачастую как бы ну часто либо атмосфера не то либо зал заточена 1 2 бойцов это дали здесь как бы более такое для всех зал заходишь в зале все равны но принципе как должно быть спорте вы где живете в гостинице живу вас есть цитата который используйте в жизни сад у меня нет первое слово которое приходит вперед потому что когда ты на месте стоишь сидишь лежишь просто стоишь то считай что все ты остановился ты умер любое действие любая жизнь это идет движение вперед только вперед назад деградация вперед этот прогресс развития и так далее как жилось без тренировок до обычная жизнь семейная дети садики школы и так далее реабилитация у сосновского когда бой ну дима сейчас думает он сейчас там выбирают соперника 1 отменили 2 там еще что то вот я думаю скоро она будет не убой к сожалению очень редко он дерется вот раз два года два с половиной это очень мало будет ли еще семинары ребят зовите семинар будет когда мне позовете я же их сам не делаю я приезжаю туда куда мне зовут когда вы меня зовете я провожу семинар я семинары лично не организовываю о чем думаешь когда делаешь удушающий прием каждый думает о чем-то думаешь на больше о том чтобы чтобы он получился как вам новые кулачные бои все новое это хорошо забытое старое я уже рассказывал я когда начинал выступать первые лет 78 я дрался без перчаток без кап и без пандажа и так далее то есть по сути были кулачные те же те же бои они назывались бы без правил когда мастер класса в рмк тоже самое когда рмк позовет с удовольствием приеду проведу мы проводили там хорошие ребята были и так далее вот и все было прицель неплохо единство что мне казалось я академии предлагал чтобы вход на семинары был более открытый чтобы любой мог прийти и так далее ребята говорили ну мы позовем в основном как бы наш состав и так далее те кто занимается в академии в юси 3 я не играл ребят я в принципе не играю алексеенко привет мегамин керимов ну я думаю готов сейчас дорабатывать уже с пацанами уже концу концовочка сейчас нужно просто поддерживать форму хорошая ментальная настройка и так далее вот и все были казахстане нет не был планирую на семинар ребята там разговаривать договариваемся если договоримся то поедем проведем семинар конечно вас кого считаю самым крутым бойцом юси считал считаю за последние годы самый крутой боец юси это джон джонс как бы там ни было тот человек который сейчас справится с любым бойцом и ему неважно дэнил окромье тяжеловес там или густавсон или еще кто-то и так далее и он постанавливал всех людей у которых были сумасшедшие победной серии там по 6 10 20 побед подряд он всех этих людей остановил причем установил всех по разнообразному олимпийского борца дэнила кормье он переводил в партер что по сути нереально и так далее сыночка лучше в борьбу отдать потом бокс блин слушай когда мне так спрашивают я говорю отведи пожалуйста ребенка в одну секцию вторую третью и где мы больше всего понравится вот по одной тренировке как правило на первое бесплатно либо за маленькие деньги либо вообще бесплатно отвести лучше в две-три секции потому что еще очень много зависит не только от самого вида спорта того какой тренер будет даже если он тянется там к боксу это далее если будет ужасный тренер то в принципе это только его отвратит от спорта и бокса от всего остального то же самое с борьбой и так далее надо повести парня чтобы он почувствовал ему чуть больше нравится это очень мне как самая нормальная вещь почему не хабиб блин откуда я знаю почему не хабиб вы меня спросили кого я считаю я считаю я думаю хабиб не справится с кормье или джон джонсом или или с гуссом и так далее а джон джонс считаю справится и с любым 60 70 80 90 100 120 килограммовым бойцом ну то есть любым человеком у хабиб все равно будут ограничения да он сильный молодец чемпион красавец пахарь большой что тоже очень важно и так далее но спросили самым-самым сам сам я сказал сладкое часто едите почти каждый день покуда не готовлюсь как только начинает готовиться сразу его ограничиваю как оцениваете крона грейс как бы самому а не знаю не помню если честно ребят возможно ли поведение и все в рмк ну или в екатеринбурге в теории возможно в екатеринбурге не вы не в рмк в рмк невозможно в рмк нет зала для проведения и все и все нужно хотя бы тысяч 1015 я предлагал рмк я им привозил некоторые предложения и так далее вот юси но у них тоже есть своя линия которую они хотят хотят развивать направление свое поэтому она немножко не сходилась в ту линии которую я предложил прессу алексей здоровье какое время уйдет на доведение одного болевого либо удушающего приема до автоматизма у некоторых людей на это может уйти месяц у других может уйти пять лет но как правило где-то с полгода значит отрабатывая один прием одну какую-то комбинацию полгода регулярно если делать то примерно довольно прилично автоматизма до коронки так сказать сын ходит на бокс просит на борьбу я говорю одним делом на заниматься ну честно у него будет лучше получаться то дело которому его душа лежит какие бы не были хорошие тренера как сильно его не оставлять заниматься боксом но если душа лежит к чему-то другому я бы посоветовал заниматься там к чему лежит душа тоже гораздо больше отдача результат получается сколько ваш вес сейчас мой вес 108 900 109 килограмм когда был в харькове ну давненько был ребят пробежки каждое утро нет ни каждого речи от вообще бегать не могу общаешься семьянка почему не создать из вас тяжи ветеранов юси ну блин я не знаю почему из нас не создать ну например потому что емельянка ни один не был в юси может быть уже ветерана юси не получится если про юси говоришь сколько лет вам ребят это все есть в в этой википедии так далее мне 42 года как относится конор макгрегору хорошо отношусь конор макгрегору к любому бойцу который очень очень много труда вложил в спорт отношусь хорошо как спортсмену бойцу и пахарю вот тот же майвезер и так далее мне не очень приятен как какое-то лицо как может психологический персонаж но реально тоже страшный пахарь и так далее поэтому как бы таким людям и отношусь ну хорошо как считаете девочки на карате не так считаю слева направо раз два три-четыре-пять девочка и тогда вы отправили кого-то нокаут отправлял когда-то научил ты пару приемов четыре года назад как насчет сбросить 15 20 килограмм быстро ну смысле быстро к бою к бою это тяжело сделать ну если тоже не первый раз берешь что ты все это знаешь на самом деле ну до долгая история и рассказывал себя в ю тубе уже уделял там внимание откуда у нас берется лишний вес когда мы съедаем больше того чем мы израсходуем то есть если у нас ну знаете там как доктора говорят и далее но это на самом деле так и есть малоподвижный образ жизни я сижу или езжу за рулем там большую часть времени и не занимаюсь спортом то есть не сжигаю то что я съел я каждый раз заливаю 10 литров а использую 9 бензина до куда он где-то будут оставаться но будет оставаться и бензобак ваш будут раздуваться вот и все раздувается раздувать раздуваться вот растет то же самое считаете с едой вы засыпаете там 10 килограмм 9 с половиной используете куда эти по кг будут они естественно никуда не денутся они не могут испарить испариться просто как вы же себя засунули их вот они остаются каждый раз ну соответственно переведите там на граммы вы съели в день там килограмм 950 грамм ушло там 980 20-30 грамм каждый день остается вроде 20 грамм немного с одной стороны а с другой стороны за месяц это уже 600 грамм за год уже там сколько там 7 килограмм 200 за 10 лет 70 килограмм ну 70 может вы не наберете но смысл вы поняли то есть но просто нужно либо чуть меньше есть либо чуть больше работать я бы посоветовал чуть больше работать в плане физически на велик побегать по еще что-нибудь походить просто быстро хотя бы и так далее побить грушу может быть как вы можете приехать в украину официально украины и приехать не могу официально у меня я нахожусь в списке лиц нежелательных для въезда в украину голова не болит от ударов голова иногда болит раз месяц-два но я думаю нет ударов ну создать российских бойцов-ветеранов тоже не понял вопрос ну создать ну бойцы ветераны уже есть российские хоть ветераны хоть не ветераны харитонов ветеран олейник ветеран шамиль абдурахимов ветерана феди емляенко ветеран там и так далее но ветеран ветеран мы ветераны мы деремся в главных боях и все и белла тора поэтому что в вашем понимании ветеран у вас есть 15 18 20 летние ребята которые дерутся в главных боях мировых лиг если нету значит мы извините не не ветераны клуб олейник емеляенко волкова блин так это вопрос отдельно коленникова отдельно к волкову отдельно кемельяненко я открывал свои клубы это далее но если я пойду к федору там или харитонов скажу давай откроем клуб олейник емеляненко или олени харитонов или олени харитонов емеляенко уже знаете три больших глыбы им тяжело это самое на одном каком-то пятачке достигнуть консенсуса что ли если бы пришел кто-то там я не знаю какой-нибудь большой богатый человек сказал ребят можно я сделать давайте сделаем вместе с вами там такой офигенный комплексом по типу олимпийского только по единоборствам и вот у вас будет направление там олейника в направлении там емеляенко и харитонова еще кого-то кого угодно волкова вот там мы бы договорились да на маленьком зале на маленьком этом тут ну не развернешься жиган бумер спасибо за призы поздравляю еще раз победой ребят все по-честному у вас было там более тысячи человек более тысячи было сообщение участвовали все кто по-честному там сначала были другие ребята выбраны но один на меня не подписан 2 не подписался на next level up и так далее но все должно быть по-честному они по-честному дают призы я по-честному разыграю по-честному все ли выполняйте все условия конкурса вот и все выдумали попасть силовую структуру думал просился даже в какой-то силовой работал вот потом на определенном этапе жизни меня получилось так что нужно было выбирать либо я полностью ухожу и так далее в работу выбранную мной либо ухожу спорт не получаю что я ушел спорт как думать виталий на кого вернется титул практически уверен что вернет главное сейчас чуть-чуть не расслабиться не сдать какие-то эти самые обороты не спустить и так далее спокойно размеренно идти дальше это далее у него большой очень потенциал у него еще есть куда и подрасти и опыт уже хороший и так далее рабочую визу долго получать по времени вопрос не в рабочей визе рабочую визу вы сами не делаете рабочую визу вам делает работодатель американец американская организация компания вот она подает у себя в миграционную службу документы о том что вы как сотрудник как работник ей нужны и объясняет почему такого как вы именно сотрудника эта компания не может найти в америке вот и все например касательно бойцов мм и все говори что этот боец является там одним из лучших у себя в стране в россии и так далее и и и так далее и проставляет эти документы на основании документов юси нам делать рабочую визу побои василецкого коммент ребят у меня нет комментария по бою славы честно я бой не просмотрел еще это даже сколько троек к школьном аттестате сколько четверок сколько пятерок ну раз сильно интерес я буду вспоминать смотрите у нас я учился 11 классов первые пять шесть класса у меня были преимущественно были тройки по раз были у меня двойки четверки немножко и там три четыре пятерки это по биологии по истории и по физкультуре то есть я гуманитарий вот начиная класса с восьмого у меня пошло перестроение в голове и закончил школу я с четырьмя четверками все остальные были пятерки хотя вначале был вообще такой круглый троечник даже надо переходил на двойки вот и все потом подрос чуть понял что знания нужны и так далее закончил школу еще раз говорю четырьмя четверками все остальные были пятерки постепенно скажет а есть четверть у меня улучшались оценки очень сильно привет из киргызстана привет ребят узбекистан привет ростовская область ростов папе большой привет вы хотите бой с александрами емельянко не особо не хочу по этим предметам блесерки блин ребят не знаю но как я сказал я гуманитарий у меня не очень хорошо всегда было такие штуки как математика физика химия вот самые сложные для меня предмета физика даже полегче химия математика где нужно чисто цифры учить и так далее где уж образование в сша или россии для ребенка моя дочь приехала после восьмого класса хорошей московской школы обычной московской школы сюда она мне была пятерочницей в школе и она здесь целый год бездельничала можно сказать так потому что у нее знаний хватало еще на девятый на половину десятого класса американских с ее восьмиклассным образованием российским но потом уже вот класса после десятого уже в тяну втянулись и пошли более сложные эти самые предметы более сложные задания уже стало сложновато танцовку нормально ты мусульманин да ты христианин расскажите пожалуйста о своем рационе питания я немного болею иногда тоже современной интернетной жизнью вот и вывешиваю свое питание поэтому смотрите в этой сами в сторисах моих буду вывешивать проще буду рассказывать липецк за наступит липецку привет даниил ботвинник здесь все не скажу что здесь лучше образование не скажу что хуже все разное и здесь очень все зависит от финансов и все ты можешь очень как бы попал в определенную школу и так далее можешь оказаться с не очень хорошим образованием у нас горы у каждый боец может все титулы взять конечно может автомат взял маску отдел зашел какой-нибудь от самой федерацию там они все титулы стоят за этими самыми за стеклянной такой штукой разбил ее все забрал и унес согласен дороже жить в штатах чем в россии до дороже и принципе намного намного дорог дороже в москве я на жизнь ну тратил там грубо говоря 200 тысяч рублей наверное месяц у меня уходила на мою большую семью на автомобиле на все на все на питание на жилье здесь у меня уходит 500 тысяч рублей примерно так почему игнорите вопрос по хабибу фергюсону потому что я говорил на этот вопрос уже много раз отвечал и принципе отвечать больше не хочу он вам более интересен этот бой чем мне как сосновский затем знаком сосновский вот так алексей какого с телефона у меня черный iphone плюс этот большой такой xx по моле 10 до что не так у слова селевского в боях не ведет просто сильный проигрывает но мне кажется у него нет каких-то сейчас вот у него какая-то такая полоса с психологическими переменами в жизни такое бывает вот но если руки не опустит и пойдет дальше я уверен что у него еще будет очень хорошо все потому что парень крепкий реально техничный талантливый и так далее достаточно молодой еще вот поэтому чуть-чуть может нужно что-то изменить там или подготовки или в настрой или еще о чем-то и должно все получится славы большое будущее усилий далеко не пойдет ну хорошая сильная крепкое будущее до чемпионские вещей нужно наверное что-то там чуть-чуть менять и задали но так принц и хороший рукопашную спецназа горы у на высшем уровне ну наверное ребят я проводил мастер-классы и у спецназа и так далее это же все относительно вот поэтому то что вы там думаете каждый хвалит свое болото джитсер джиу-джитсу хвалит боксеру ударку хвалит и мамашник и мама хвалит спецназ гору хвалит спецназ гору и так далее но боролся дрался и так далее я и со спецназом гору и со многими другими ребятами кто кокляев или емеля кто кокляев кокляев это парень такой сильный пауэрлифтер и так далее стронгмен и емеля это ммашник разъяснила нормально все я проходил сбор у нас клубе гладиатор города белгород точно красавчик волков силен как считаешь да я сашу знаю можно сказать там не с пеленок но давно знаю я его помню чем таким худеньким пареньком которую я приводил впервые на боевое самбо учил его азам борьбы там помогал бороться боролись много с ним это дали с ним сначала было очень легко естественно мне бороться вот потом он работал боролся тренировался ездил в бразилию тренировался ездил еще куда-нибудь куда-то там это дали подтягивал свои слабые стороны не забывал свою сильной стороне об ударной техники и так вот и так через три-четыре года потом с ним боролся мне было гораздо посложнее потом через 5-7 рабов боролся еще еще лет уже очень сложно сейчас последние разы боролся мне с ним уже сложновато очень хорошо вырос и подрос так сказать что скажете про прием перуанский галстук миши циркунова блин о чем сказать но это вот так делается вот закручивается перебрасываешь ножка и натягиваешь человек автомобили покупаете ли берете кредит как правило я беру машину сначала в кредит выплачиваю и какой-то срок там не знаю год полгода полтора года когда мне появляется какая-нибудь сумма которая могу запустить ее на автомобиль я его выплачиваем в россии я таким образом выплатил две или три машины новых брак который брал в салоне и и и так далее как вы относите данную чемпионку стоит ли запрещать чемпионам одной весовой биться за пояс другого веса во избежание застоя в титульной гонке мне кажется не стоит всем это интересно чемпион того чемпионом того тем более зачастую чемпионы гоняет столько веса что они подоб похожего веса или размера в жизни им нет большой там разницы может быть сильно сгонять вот поэтому наверное нет большой единственное что бывает что чемпионы там я заболел у меня травма у меня еще что-нибудь и наверное нужно контракт на прописываешь то есть становишься чемпионом то у тебя обязательно защита там в течение там ну не знаю пяти или шести месяцев ограничить срок вот этого простоя потому что он бывает очень большой долго вегасе с данной будьте общаться планирую пообщаться вегасе я две-три недели руслан у меня 5 родителей ты тигр ну как тебе просто американцы нормально ребята американские американцы такие же как корейцы китайцы еще кто-то еще то есть они просто все разные ты родился в какой-то среде в чем-то развивался жил соблюдал какие-то устои твоего общества и так далее поэтому чуть они другие в любом случае чем мы но американцы к американцы также как у нас есть дебилы среди людей есть очень нормальные люди и у нас то же самое есть ну есть и хорошие люди есть и нормальные хорошие люди хотел бы с рамблом подраться ну блин хотеть не хочу зачем я с ним дружу мы с ним общаемся хороший парень но если как бы профессия заставить и задали она придется сойтись наверно сойдемся подеремся просто сейчас пропаганда ребятам пропаганда к сожалению она была есть и будет и я никогда не относился там живя в украине относился никогда с каким-то с негативом к россиянам там или китайцам или американцам и так далее то есть вопроса не в нас и и не том какая у тебя цвет кожи там или глаза у тебя такие или еще какие-то и вопрос не в этом вы сами знаете что обозвать оскорбить обмануть кинуть вас может человек с любым разрезом глаз с любым богом которого он называет и молится и с любым цветом кожи и с любым паспортом вопрос не в этом есть тебе американец протянет руку помощи и так далее есть россиянин который тебя там кинет или захочет обмануть а есть наоборот поэтому еще раз говорил говорю буду говорить что есть нехорошие люди в любой нации в любой стране в любом еще что просто вопрос другой что есть многие нехорошие люди нехорошие не умные люди на которые смотрят там на телевизор смотрят на соцсети и начинают как бы там вестись на то что там говорят кроме того что идет там по телевизору по интернету еще вы нибудь либо кто-то говорить нужно еще немножко быть но со своими мозгами все-таки сколько лет фанах выступать 70 привет харьков от ковалева ковалева привет как относитесь хейтером я националист есть такая нация подлецы уродцы мудаки и так далее вот и вот я к этой нации очень плохо отношусь ко всем остальным нациями отношусь ровно так как они себя представляют кем они являются и так далее вот у меня масса друзей было и есть там и среди дагестанцев узбеков таджиков белорусов украинцев русских и американцы есть хорошие товарищи и так далее вот поэтому я не говорю что все там те то там австралийцы или китайцы уроды нет вопрос не в нас вопрос вот в этой нации в одной под подлецов здравствуйте собираетесь с отца в сша пока не собираюсь ребят мсв рамазан у меня можно замучить кем угодно да но у меня есть такая кнопочка называется скрыть эфиры там или заблокировать и все будете фигню говорить удаляю вас с эфира я принц пришел сюда пообщаться не чтобы с кем-то там о чем-то спорить или говорить ну тем более вопрос который уже говорил и 2 и 5 и 10 раз я стараюсь поменьше про это уже говорить сколько языков знаете да не языков я знаю немного одинаково хорошо говорю по-русски и напала на балака и украинскую мовую вот по-английски у меня там я считаю не на не совсем плохо на 30 плюсом разговариваю по-английски но как большинство американцев мне правильно говорил что я лучше говорю по-английски чем они по-русски корешко на мой взгляд способен попасть и все я думаю способен но во первых нужно знать хочешь ли он в юси во вторых что они там с контрактом беллатор а в третьих после поражения юси не берет в любом случае нужно хотя бы одна-две победы светлана дихтерио жена здесь есть да занят все спасибо часто в храм заходишь там стараюсь каждое воскресенье быть в храме алексей скажешь мне про хабиба про хабиба сергей спивака какие шансы ребята хорошие шансы больше чем у вас все кто уже в юси у них уже больше шансов чем у тех кто еще не в юси и вот пишет иногда такие вопросы вот хорошие шансы для чего шансов он уже в юси он высшей лиги мира и т.д. а дальше все зависит от него молодой здоровенный кабан поэтому чё чё ему есть ребята которые занимаются заниматься там год два три а потом их переклинивают и начинают пахать как эти самые как как проклятые как говорится и достигают сумасшедших результатов пацан здоровый все данные есть как бы молодой хороший уже находится в юси и сейчас после победы хороший такой вполне возможно это должно мотивировать на дальнейшие сильные выступления и больше пахать харькова плоти выступал выступал много раз раз в 68 наверное служба отличается нет не особо отличается служба единство что здесь здесь везде есть такие целые ряды скамеечек и решается садиться в перерывах между там молитва и так далее в москву приедете на юси в качестве бойца или зрителя может быть и приеду зрителя если юси позовет бойца под срочную замену готов выступить я юси говорил последнее поражение конченко что думаете да ничего не думаю лёха молодец что он принимает бои выступает он на высшем уровне дерется тоже вот я говорил поражение не бывает у тех практически всегда кто подбирать все соперников либо в определенный период и чувствуешь он сейчас не потянет и там срочно травмируется еще что-нибудь у него там происходит какая-нибудь сильная жизненная ситуация сложная за которой не может выступить и так далее поэтому думаю он уже мужик тем что берет любые бои выступает поэтому просто молодец что если человек там 10 лет выступал там или сколько лет там получил кучу боев побед и так далее одно поражение должно перечеркнуть все эти там десятки о побед но не должно быть так давайте быть настоящими не будем лицами с низкой социальной ответственностью и катиться за ветром а проиграл уже все плохо о выиграл все хорошо ну давайте либо уважать человека либо не обращать внимание думаешь заканчивать карьеру юси да думаю рано или поздно закончу сразу я уже говорил много раз ребят вы приходите как бы ты сейчас занимаешься выступаешь заходишь в юси как бы заходишь тяжелый вес по ним я понимаю что спокойно могу уже уходить себе и появились такие сильные классные мощные парни как ты уже не нужно там мне ничего доказывать или поддерживать нашу страну на высшем уровне ты приходишь сменяешь с меня всю эту нагрузку берешь с плечей весь этот огромный огромный мешок с камнями и все я спокойно ухожу уже отдыхаю я начинаю тебе писать коменты блин ну чё ты когда ты там ну как ты там сынов что выступать на бортах нет не выступает и в принципе не хочу чтобы он выступал при каком рекорде можно попасть юси тоже все относительно для юси нужно минимум 45 побед подряд минимум первое второе чтобы это были соперники не с рекордом там 0111 там 22 и так далее то есть хорош хорошие рейтинговые соперники в третьих если для тяжа 3-4 победы подряд это уже очень хорошая заявка на юси то для 66 70 77 килограмм там бывает и 10-15 боев не хватает подряд побед для того чтобы попасть юси только потому что гораздо больше конкуренция вот девочкам попасть легче тяжам попасть легче тяжа 93 килограмма вот такие вам рассказываю внутренние секреты какой самый трудный бой был в карьере ребят было много трудных боев вот я недавно вывешивал боевой самбас с вовой моисеевым был очень сложный бой с джесси гибсом был у меня на м1 финале сложный бой тяжеленький такой бой с мирка каракопом был тяжелый бой с тони лопесом у меня был тяжелый бой и так далее ташкент привет скоби тренировались да ребят мы вместе три скоби тренируемся в одном зале какие дальнейшие планы мне дальнейшие планы минут через восемь закончить прямой эфир беру рюкзак у меня он лежит и иду юси перформанс эти тут ты за кого хабиб мармагомедов или тони фергюсон я за нашего соотечественника я за хабиба мне тони фергюсон очень нравится импонирует далее но болеть буду за хабиба просто потому что он россиянин как я и всегда делаю если я человека лично не знаю если это не мой личный друг если это там не тот с кем я там тренировался в одном зале и вместе с ним боролся спарринговал там потел проливал кровь и все остальное то я болею болею за наших даже если я лично их не знаю ну хабиба я лично знаю общаетесь обещаетесь обещаться мы с ним не обещались общаться общаюсь с никитой хороший парень считаю и насколько я знаю что он сегодня либо завтра приезжает сюда к нам юси перформансы тут и будем вместе с ним тренить реабилитироваться и так далее ты боец? нет я не боец я пою комент на такой же как на экране гнилой нет в зале очень нормально себя ведет вообще нормально себя ведет скромно спокойно там и так далее но на камеру играет очень хорошо алексей так тарова или харитонов и так тарова харитонов если вы про бой то я думаю сейчас у олега больших шансов нет против харитона харитон хороший серега форме у него очень хорошая защита от борьбы по дуре по мощи по ударной штуке по ударной силе как бы он выигрывает в два раза олега хотя олег крепкий хороший опытный я с ним боролся работала задали но знаете скоро вы сможете олейника бороть еще пройдет 10-15 лет вы меня будете рвать уже согласен вот поэтому как бы и вопрос не только в этом что он был хороший или нет любишь стихи? стихи чуть-чуть не мое музыку люблю хорошую, книги люблю, стихи меньше Алексей сильно отличается жизнь США от России? ну прилично отличается ребят прилично отличается но как бы если ты разумный человек как бы понимаешь что ты пришел в другой мир и здесь есть какие то свои там течения правила и т.д. в океан прыгаешь как бы если есть там какой-нибудь гольфстрим течения нечего против него плыть да можно поплыть по нему можно выйти из гольфстрима левее или правее и поплыть себе спокойно приехал в Америку извини выполняя законы как бы Америка правила и т.д. спокойно будешь тут себе жить очень хорошо хочешь что то там нарушать или еще что-то или жить в Америке по законам России, у тебя это не получится. Точно так, наверное, как и в России, не получится жить по законам Америки. Что лучше для ММА борьба или ударка? Для ММА лучше ММА, мое личное мнение. Думаешь, есть смысл в реванше Хабиб Коннор? Ну, для Хабиба меньше есть смысл, он не проиграл. А для Коннора есть большой смысл. Для UFC есть большой смысл заработать большие деньги. Для Хабиба могут быть, здесь смысл может быть только в одном. Заработать тоже большие деньги. Поэтому я уверен, что если любому из вас предложат 10-15 долларов подраться, вы выйдете практически все. Какую книгу посоветовали бы прочитать? Я не знаю, к чему ты настроен. Вот у меня, блин, пираты есть, фантастика. Читаю Глуховского, да, этногенез. Вот. И Эдгар Аберроуза люблю. И Узник Замка Ив читал. Очень нравится, это дали. Поэтому, на что ты заточен, так сказать. В Москве не предлагали? Да, предлагали бой. Но, доктор меня сейчас сказал, что мне пока не стоит. Ну, не стоит. Доктор снял меня, так сказать, с боя. Какие шансы у Прони на Белла Тур? Посмотрим, ребят? Посмотрим. Сейчас Артур выступит, посмотрим. Нормальный, крепкий парень, опыт есть. Не слабак и так далее. Почему? По выступает. После решения карьеры есть планы на бизнес в США? Предлагайте. Можем сейчас начать, но предлагайте. У меня планов нет никаких на бизнес в США. Но если вы сейчас предложите, что я толковую, конечно, попробуем. Возвращение. Сейчас мы разговариваем на конец декабря. У меня бой планируется. Как относится к ножам? Я очень люблю холодное оружие. Лучше отношусь, чем к огнестрельному. Чао, Италия. Чао, Италия. Бомдея. Как там Дима Сосновский? Где он? Где-то там. В Москве. Как вам бойствую вас? Сейчас мне принцип все равно, с кем драться. Тракфо и Диспи. Во-первых, у меня 10 часов утра. Во-вторых, разговаривать, научиться со старшими. Потом будешь писать. Это не Лас-Вегас. Планируется сейчас Южная Корея. Я не выйду ни за 10, ни за 15 миллионов. Да, это все сказки, ребят. Тем более, если ты Лера Рейкина, наверное, да, тебе не надо выходить. Блин, люди такие вещи творят за айфон новый, что выйти подраться там 30 секунд или 5 минут, гораздо это самое. Менее страшно, как по мне, чем делать те вещи, которые многие делают, как я уже сказал, за новый айфон. Ребят, давайте будем честными перед самими собой. Согласны? Почему у меня нет магазина футболок? Ну, я его не организовал, я не знаю, что это, как его это дали. То есть, мы выпустили часть футболок. У нас 100 футболок разошлось. Просто разошлось по друзьям и так далее, кому обещали. Футболок 80 оставалось, их сейчас забрал один парень, он их реализует, вы все можете обращаться. Я регулярно размещаю на своей странице все про эти футболки. Заходите на мой аккаунт, посмотрите. Позвони мне после трансляции. А зачем мне это? Против Спиака вышли бы? Ну, вышел бы, как и против, я говорил, там, Павловича, Волкова, Абдурахимова, Орловского и так далее. Но зачем выходить против своих, если можно выходить против не своих? Поэтому против него я выйду тогда, когда не будет возможности отказываться уже от соотечественников и так далее. Понравилось ли Коркина? Коркина нормально, люди понравились. Хорошие, нормальные такие ребята, ну, люди понравились. Ну что, ребят, будем заканчивать. Сколько будет стоить потенироваться с тобой по приезду в Москву? Дорого. Потому что, зачем тебе со мной потренироваться? В принципе, можно подумать. Зачем мне с тобой тренироваться? Ну, кроме как денег, незачем. Поэтому я посчитаю, посчитаем, сколько стоит примерно мое время, мой опыт. Мы потренируемся. Почему провалятся на допинг-тесте? Потому что мозгов нету и хотят кого-то на... обмануть. Вот. И хитрожопые эти самые, в кавычках хитрожопые, думают, что у него там сосед, который колол там два раза тестостерон, что-то ему все на рассказывает умного. А умного такие люди ничего не рассказывают, потому что усадовский допинг-тест и так далее очень на высоком уровне. И они там проверяют даже не по наличию вещества у вас в крови, а проверяют по наличию, как они называются, маркеров там и многое другое. Или по продуктам переработки, так сказать, которые остаются в крови. То есть вещества нету, продукты переработки, работы в них остались. Хотя их уже почистили, скрыли там и так далее. Поэтому кто-то думает, что там гормон роста, он через сутки уже не идентифицируется, его могут найти там через год или через полгода. Говорят, как? Я же его применял там 10 месяцев назад. Говорят, маркер, маркер вы забыли, ребят. Мы его обозначили маркером и все, мы теперь видим, что у тебя он был. Поэтому как бы, ну и таких там десятки-десятки вещей, которые там толковый менеджер вам должен об этом рассказать. Я уже сказал сейчас, допинг может сидеть сутки в организме, как например гормон роста, а маркер в нем может показывать через много-много месяцев, что он у тебя был. Вот и все. Не думали о том, чтобы немного посушиться? Думал, вот я сейчас всю ночь не ел и уже килограмм где-то потерял. Скоро пойду есть. Что принимать перед боем для функционалки? Хороший, качественный продукт, продукты и помешиваясь о тех сдобы, сладости и все остальное. Ну что, ребят, я ушел. Всем всего хорошего, с Богом. Вывешиваю этот эфир у себя на канале в YouTube. Он у меня в шапке сейчас в Instagram. Можете зайти сразу, переходить с него или посмотреть его. Он также называется, как мой Instagram, Алексей Олейник. Вот. И все свои эфиры вывешиваю в YouTube. Всего хорошего, с Богом. Я пошел в UFC Performance Institute. Сегодня смотрите кучу всяких сторисов.